Израиль Адонай ехат, Адонай цвиткей Шма Израиль Итак, в течение уже двух недель я говорил о теме, которая касалась многих людей. А эта тема очень важна, она как бы слоган или даже отрывок из местописания, на котором и базировались. Это местописание «Ибо все вводимые Духом Божьим суть Сыны Божьи». Мы говорили об этом, и я хочу продолжить еще один курс, некий такой подход следующего этапа. Я назвал «Вводимые Духом производят духовные плоды». Они производят. Все вводимые Духом Божьим есть Сыны. А если Сыны, они пребывают в Боге. Если пребывают в Боге, значит они должны принести этот плод. То есть мы за третью неделю будем говорить о том, что производит этот плод. Римляна 8 глава. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы ничего не должны в своей плоти. Но однажды меня спросили, так скажите, ну что вот желание, которое у нас есть, вот этот. И если что-то такое существует у меня, что я плотской человек? И как вообще верующий человек вообще в коэффициенте пропорциональном, как сильно много плод, наша плотяра, да, вот эта, она сильно так вот действует в нашей жизни. Я говорю, разделить это 20 на 80. 20% это мы еще, мы духовные. 80% мы на самом деле, ну как бы, плотское состояние. Ну, один из примеров, один из примеров, мы одеваем нашу, что, душу, да, так вот. Плоть мы одеваем, душу кормим, да. И вот если у нас есть пища, вот простая пища, скромная и так далее, мы чем-то, ну, вот по-плоцки поступаем или нет? Нет, по-душевному, да. Он говорит, как душевно было, сидели, кушали, питались, какой душевный праздник был. А вот когда ты хочешь чересчур что-то из изысканного, вот желание внутри, вот это описание, говорит, не вожелай, а что же такое внутри делается? Ну вот хочется сегодня уже, как бы, арбуз, но на его надо дождаться же, правда? Или как женщины, которые беременны, да, вот раз и захотелось им оливков. Я помню, когда наш первенец должен был родиться, Роман, мы были как раз в Италии, и друг Татьяна говорит, я хочу оливки. Хоть стой, хоть падай. Где взять деньги, чтобы купить оливки? Вот хочу оливки. А до этого хотела помидоры, да, вот, и вот, и спрашивается, что это такое? Что это внутри? И вот здесь момент такой, я говорю, что фактически у наших желаний, они очень плотские. Но когда мы доверяем Богу, то эти желания, как описание говорит, желания боящихся, он исполняет. И Татьяна хотела, а я пошел потом купил. Бог задал возможность, я пошел купил. То желание ее восполнил Бог через финансы, а мне пришлось ее пойти и купить. Понимаете, как оно работает, нет? Ладно. Понимаю. Те, кто женаты, понимают, и кто рожал уже тоже. Я хочу сказать, что Писание, Галатам, 5 глава, 25 стих говорит так. Если мы живем духом, то по духу поступать должны. Вопрос, что это значит? Значит, если мы его должны поступать, значит, это плоть поступает или дух? Дух хочет, а плоть противится. Что же делать? В тот момент, когда мы рождаемся свыше, принимая Ешуа личным спасителем, внутренне, мы воскрешаемся из мертвых. Потому что Писание говорит, послание Гефисианам, 2 глава, 5 стих. И хотя мы и были мертвы из-за своего непослушания, мы были мертвы, мы не знали Бога, значит, мы были мертвы. Он оживил нас вместе с Машехом, именно благодатью вы были спасены. И это не от вас, это Божий дар. То есть, другими словами, если бы мы хотели возродиться свыше, мы не могли бы это сделать без Ешуа, без его воскрешения из мертвых. А воскрешение из мертвых было силой Святого Духа. Понятно, какой как бы ход? Ну, это шахматы, надо сейчас играть правильно. Мы можем спросить, спросить у них простые слова. А как же Дух Святой действует в нашей жизни, чтобы произвести духовные дары? Скажу очень просто. Необходимо понять, что крещение Святым Духом – необходимые условия для благодатной жизни верующего человека. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что крещение Духом Святым – это не просто получить необходимый язык для вашего внутреннего духовного ходатайства. Потому что написано, что Дух Святой, Он ходатайствует за нас, то есть, наши обстоятельства Духом Святым. Да, вот, изречением таким непонятным. Он ходатайствует перед Богом за нас. И я убеждаюсь, что не только язык, который дан нам в молитве – это крещение Духом Святым. Но и крещение Духом Святым, оно дает нам силу. Вы примете силу и будете мне свидетелями, да? То есть, вы готовы будете умирать за ваши убеждения в том, кто вы стали, кем вас Бог сделал, чтобы были ветхое творение, теперь вы новое творение Вишевого Мессии. И я верю, что именно Дух Святой, не только наполняющий нас, и мы говорящие на языках, или же молящиеся за исцеление и подобное, за дары, когда мы вернемся, Святого Духа, которые даны для того, чтобы Евангелие проповедовалось и для тела Мессии. Но я говорю, что Дух Святой, Он внутри нас побуждает вести, ведет нас, да, именно вождением Духа Святого, чтобы мы принесли плоды этого Духа, чтобы внутри мы изменились. И вот как конкретно в Евангелиях есть текст, который особенно полезен для нашего поиска ответа. Что же это такое? Что же такое плоды? Что такое плод Духа? Что это значит? Только говорить на языках? Или какие-то другие дары, которые, мы говорим, исцеление, порочество, истолкование языков? Не, не, я не говорю о дарах, которые нужны для тела Мессии. Я говорю о нашем измененном состоянии. Прибудьте во мне. Я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребудет во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Первое условие, которое мы видим для рожденного суши человека, пребывание в Ешуа. Мы скажем, хорошо, я верующий. Я верующий. Это недостаточно? Недостаточно сказать, что я верующий. Пребывание в Ешуа приносит плоды. И вот как раз по плодам их узнаете их. Узнаете. Те, которые рождены свыше, те, кто были крещены Духом Святым. Потому что Дух Святой помогает нам произвести этот плод нашего Духа, измененной жизни. Когда мы поступаем так, то есть мы пребываем, мы послушны, мы исполняем Его волю. Тогда жизнь воскресшего Машеиха Духом Святым подобно жизненному соку в лозе входит в нас. Порождает плод во славу Отца. Не для нас. Нам люди говорят, о, как ты изменился. Как ты похорошел. Как ты похудел. Или как твоя жизнь вообще изменилась. Мы чувствуем себя тщеславным. Но когда мы производим плод Духа, тогда наш Бог прославляется. Люди встречаются с нами, да, и видят нашу измененную жизнь. Они говорят, слава Богу за тебя. Ты стал другим человеком. Другими словами, Бог должен принять всю славу за ту работу, которую Он сделал внутри нас. А мы его должны показать. Когда мы исполняемся Духом Святым по вере, мы преображаемся. Мы изменяемся в полноту Машеиха. Тайну, открытую в веках и народов, ныне же открытую святым Его, Которую благоволил Бог показать, какое богатство, слава и тайность сей для язычников, Которые есть в Машеях в вас, упование славы. Колоссяна 1 глава 2 стих. Вот именно Машеях внутри нас. Когда Машеях пребывает в нас, Он сопровождает нас каждый день. Каждую минуту. Мы должны это не забывать. Не думайте, что вы закрыли дверь и сказали, подожди на ту стороне, Я что-нибудь сделаю, потом ты придешь, и мы покаемся. Понимаете, да? Нам нужно понять, что внутри Машеях у вас тайна вековая. Ты раскаялся, ты показывался, принял Его личный спаситель. Он пришел в твою жизнь, Духом Святым, изменяя тебя, преобразовывая тебя в свой образ. И когда это происходит, то ты уже не один живешь. Он живет в тебе. Он проживает жизнь вместе с тобой. Мы способны жить с той жизнью, которой жил Он. Мы можем совершать дела, которые совершал Он. Он говорит, идите, творите. Я посылаю вас во имя Мое. То есть, в другим словами, это Его послание. Это произойдет, если мы будем постоянно ходить в Духе. И скажите, это возможно? Помните, мы первый раз говорили, Водимый Духом суть сыны. Невозможно сказать, я на 5 минут буду с сыном, а на 2 минуты, дай, разреши мне, чтобы ад разорвался. Невозможно. Если мы купленные ценой крови, мы Его сыновья. Это уже статус, это уже положение. И вам написано, что мы уже с Ним посажены. Значит, мы сыновья. Мы должны понимать. Мы не можем разделить себя. Здесь я хороший, здесь я сын, а здесь я байстрюк или что-то еще. Здесь бандит такой. Не буду. Слушайте, мы же говорили, что водное погружение, это твила, которую мы называем, это жизненно важная часть человека. Это когда верующий человек, подобно брачной церемонии, говорит Богу, приди, я хочу быть Твоим. Вот это как бы завет, та труба, которая написана. Мы это делаем. И вообще-то это общий ритуал для верующих людей, особенно вешу о Мессии, который свидетельствует о нашем решении посвятить себя Мессии. Всей своей жизни. Но только благодаря исполнению Святым Духом рожденный свыше человек может по-настоящему узнать своего Господа, насколько он благ. Ритуальность для христианства, это ситуация, как бы посвящает тебя к христианству, и ты можешь быть номинальным христианином. Но рождение свыше и исполнение Святым Духом является той необходимой частью для того, чтобы переликнуть и жить Бога, Его силу, для того, чтобы твой плод, он был явным. Кто-то уже слышал, 9-го числа в Румынии во время крещения ребенок захлебнулся, да? Сегодня это уже целая процессуальная работа криминалистов. И, возможно, церковь закроет. Возможно, какие-то еще будут в этом новом порядке мировом, да? Какие-то будут ограничения. Ну, как переживаемо. Когда родители несли маленького ребенка на крещение, чтобы он стал христианином, а его утопили. Я думаю, что крещение или водопогружение является обещанием чистой советы. Ты обещаешь, не тебя обещают, а ты делаешь это решение. Именно Дух Святой производит эти духовные дары. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять возделение плоти. Галатам 5 глава, 16 стих. Здесь Писание говорит четко, я говорю вам, Павел, да? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять возделение плоти. Вы скажете, ой, а так хочется помидорчиков, или огурчиков кислых, да? Или же сейчас арбузы, или каких-то еще чудесных таких пирожков и так далее. Тортик хочет. Хочется тортик сладенького. Но не об этом говорится. В первую очередь речь идет не о делах. Дела являются уже результатом хождения в духе. Когда мы в нашей жизни понимаем, что мы рожденные свыше люди, мы не похожи на этот мир, мы должны отличаться от них не просто как бы внешностью, а внутренней позицией. Быть водимым духом это скорее состояние, позволяющее побеждать плоть и со с ее страстями. Фраза поступайте по духу, Галатам 5 глава 18 стих, вызывает ассоциацию с делами. Вот дела. Но греческий перевод там говорит немножко другую фразу. Ходите согласно духу. и когда ты читаешь это, понятно, не дела, ну то есть не делайте по-духовному, а ходите. То есть ежедневно будьте водимы духом. Такое прочтение больше подозревает хождение, то есть состояние духовного нашего человека. Чтобы правильно поступать, нужно ходить в духе, нужно быть водимым духом, а для этого нужно дать Писание, Библию. Именно близкие взаимоотношения нашего духа с духом святым гарантируют духовный плод. Невозможно сказать Дух Святой побудь здесь, а своими желаниями вот как бы духовным прочтением Библии сделать какие-то хорошие плоды. Пребывание в Иешуа делает нас способными побеждать грех. Дает позор. Почему? Потому что если ты не пребываешь в Иешуа, ты не понимаешь в сознании веры, как получить прощение за тот или иной грех. Что вообще представляет собой дух, плод духа? Мы читаем в Библии Галатам 5 глава 22-23 стих. Плод же духа любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Помните, я сказал, без крещения духом святым невозможно произвести плод духа. Измененный, то есть, то, что тебя сделал другим человеком. И вот поэтому вы письмо читаемо всеми людьми. По плодам вас узнают, что вы его дети. Мы, конечно, разделим этот, вот этот стик, который, вот плод духа на три части. Три потом девять даров, да, для плодов духа. Я разделю на три части. Первый, это будет любовь, радость и мир, качество, свидетельствующее нам о взаимоотношении с Богом. Качество второй группы, да, долготерпение, благость и милосердие, ярко проявляется в отношении к людям. и третье качество, конечно же, вера, кротость и воздержание касается нашего внутреннего человека, наши вообще ценности, нашего побуждения внутреннего я. Кто я такой? Давайте мы посмотрим этих девять, этих девять даров. Первым качеством плода духа является любовь. Скотела, любовь, похожа на все остальные какие-то такие религиозные вещи. Любовь победит войну или мир, да, там все такое. Любовь. А когда говорится в этом послании любовь имеется ввиду агапе. Конечно же агапе это та любовь, которая возлюбил нас Бог. Чаще всего мы не можем как люди иметь любовь Божьего агапе. То есть как бы так незаслуженную любовь. Друзья, давайте мы оставим эти философии и даже не можем. А если Бог говорит о любви и агапе является та любовь незаслуженная любовь, то я скажу вам, что можно. Можно. Это волевое решение нашего внутреннего человека рожденного свыше любить людей. Нет такого понятия просите любовь и да она будет вам. Писание говорит просто любите. То есть внутри нужно настроить себя, что любовь она испытывается. Нам нужно будет любить и волевое решение любить нужно. Нужно простить людей, которых нужно простить и полюбить их. Я хочу об этом говорить. Речь идет об Агапе именно такая любовь стремится к наибольшему благу для того, чтобы дать другому человеку незаслуженную может быть так нисходительность. Вот это направлено к людям. Вот как описывает любовь и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Легко? Как любить? Ну вот как любить те, которые тебя гонят или гонят на тебя? Какая разница? Как их любить, когда они всячески обзывают тебя? А самое главное, знаете, самое интересное, когда это неверующие люди, ты думаешь, страдаю за Мессию. Вот страдание, они поняли, что я верующий человек. Как бы не обзывает, как хорошо, приятно, что тебя гонят. Но когда на тебя гонят верующие люди, тогда совсем не понимаешь, что происходит. Павел представляет любого как Агапа в следующем выражении. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Знаете, какая интересная вещь? Интересная вещь. Один пастор долгое время был без транспорта, он продал свой транспорт, и купили они в далеком селе молитвенный дом, продал транспорт, и уже лет пять он без транспорта, без транспорта, и недавно один из бизнесменов сказал, пастор, слушай, мне так неприятно, я на машине, люди на машине, ты без машины, но ты же постоянно где-то ездишь, кто ты одолжил одних, кто других, кто на такси поехал, давай я тебе одолжу беспроцентно денег, купи себе машину, будешь отдавать, отдавай. Конечно, он купил машину, приехал и говорит, я вот не знаю, как вас примут это люди, ну как вас примут это люди, вот я зачитываю, не радуется неправде, а сорадуется истине, и когда он пришел, говорит, братья, я купил машину, все-таки, какую, мы должны сказать, слава Богу, ну слава Богу, что Бог ответил тебе на молитву, сорадоваться той истине, которая ему нужна, в транспорте, он поставил путешествие, говорит, какая, ух, ничего себе, за какие деньги, он начинает оправдываться, уже начинает оправдание ищет, каким образом, и тот сказал, вот мне бы такого бизнесмена, в конце концов, какая вот, где-то радость идет, где-то вот плод радости, который нужно, другой гранью Духа Святого является радость, радость, это качество, характер приносит радость, вот именно независимо от обстоятельств жизни, плод радости не зависит от обстоятельств своей жизни, буду я ходить пешком, или же на трамвае, на машине, на самолете, я радуюсь, я помню, когда у нас украли машину, а потом поломалась машина и так далее, и мы ходили пешком, Татьяна, ходили также на маршрут, как многие люди, и когда люди узнавали, что у нас нету машины, и мы ходим пешком, и говорят, вы пешком, как так? Я вас тоже еще один секрет, Татьяна очень часто ходит пешком от дома сюда в офис. Нормально, 8 километров, неплохо, 10. Нормально? Нормально. Не, не, о чем я говорю, что вопрос, вопрос здоровья, кто-то скажет, надо себе в порядок вести, но сама суть, что радость это чувство, которое не зависит от обстоятельств. И вот, хотя бы не расцвела смоковница, кто помнит какое-то местописание? Аввакум, 3 глава, 17-18 стих. Не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала, овец загони, рогатого скота в стойлах. Все, что у нас как раз не хватает, ни работы, ни каких-то еще ситуаций, нет достаточно хлеба, или что-то еще, у нас не хватает, много чего нас не хватает, много чего у нас уже нету. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. кто-то, кто-то, когда посмотрит на такую радость, подумает, ну, человек сумасшедший. Когда говорят, радость без причины, я думаю, что это, как бы, признак мессианской общины. Радость без причины. Ситуация, что бы ни происходило, нам нужно, и чувствуя радость, человек, обладающий таким даром, будет всегда радоваться в Господе. Филиппинцев 4.4. Всегда радуйтесь. Я хочу сказать, что Писание учит нас духовно радоваться, независимо от обстоятельств. Радость гораздо глубже, чем счастье. Знаете, почему? Потому что счастье, оно обманчиво. И оно неуловимо. Что для вас счастье? Для детей счастье, это когда папа купит мороженое, и говорит, ой, какое счастье. Оно обманчиво. Съел, и счастья больше нет. Вы слышите, нет? Радость, она больше и глубже, чем вообще счастье. Счастье обманчиво, неуловимо, и мы, когда даже ищем, не находим, потому что, даже когда мы упорно его ищем, не можем найти. Радость отличается от удовольствия. Радость, которую мы получаем, она от удовольствия, она отличается. Удовольствия, они мгновенные, переходящая, а же радость, она глубока. Она внутри, она, вопреки обстоятельств, находит какую-то позитивную жилку сказать спасибо. Не утонул во время крушения, спасибо, слава Богу, ничего не осталось, но хотя бы жив. Вы понимаете? И тут человек получает удовольствие. Третье понятие, к которому мы дальше идем, мир. мир складывается из человеческих представлений как единство, некая завершенность, вдохновение или безопасность, когда мы говорим слово мир. но у верующего человека, когда мы говорим шалом, это не только вот безопасность, это также то, что мы имеем чувство глубокого, устойчивого пребывания в покое. Что бы ни происходило, какие бы штормы ни происходили, ты знаешь, что спаситель твой жив. Ты знаешь, что он с тобой. Как бы плохо бы ни было, как бы там ситуация не происходила, как бы тебя не мучили, ты знаешь, что твой спаситель он жив. И Шоу говорит так, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так как мир дает, я даю вам. Потому что мирское понимание мира и верующего человека понимания мира, оно отличается. Дар мира вот именно заключается, знаете, в чем, что не только ты чувствуешь себя безопасно, или как-то, что Бог с тобою. В первую очередь, миру Божьему, который он творит внутри нас, которого царился в наших сердцах, предшествует примирение с Богом. Как только ты примирился с Богом, как только ты почувствовал, что Бог на твоей стороне, он примирил тебя, назвал тебя сыном, ты чувствуешь себя в безопасности и твердое упование только на него, что бы ни происходило. Да, мир говорит о способности жить в гармонии еще с окружающими людьми. Он определяет также и стремление общаться с братьями и сестрами и совершать непокладаемый или неустанный труд во славу Господню. Мир, как мы иметь отношение друг с другом, особенно верующим. Когда ты чувствуешь примиряться, двигаться, и все это содействует для того, чтобы Бог прославился. Может быть, труд, который бьет туда, евангелизация, посещение, домашние группы, служение. У тебя этот мир, дар мира, примиряться с людьми. Что бы тебе не сказали, ты говоришь, слушай, прости, я хочу, чтобы между нами было все нормально, мы следовали вместе. Это вот дар еще мира. Павел включает этот в дар, способный сдовольствоваться тем, что у нас в жизни происходит. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Мир. То есть, я научился умилетворять себя, то есть, держать себя в мире в том, что у меня есть, что у меня происходит. Мы также читаем о долготерпении, благости и милосердии. Мы говорим, это другая часть, мы помните, разделили на три части. Характеризуют верующих в их отношениях с ближними. Если мы не сдержаны, грубы, недружелюбны, значит, мы лишены этой качества, этой группы качества. если мы непримиряемы, если мы раздраженны, мы грубы, нам нужно это качество, нам необходимо. Но когда нам нами руководит Дух Святой, Он преображает нас, Он изменяет нас. Например, долготерпение позволяет Его обладателю проявлять мудрость сдержанностью, прежде чем что-либо сделать. Да, у нас нужна мудрость, но еще нужна сдержанность, долготерпение. Мы имеем терпение, долготерпение, и потом еще есть уровень, который третий, долготерпение пророков. Знаете, почему долготерпение пророков? Они умерли, еще не дождавшись исполнения того пророчества, которое они сказали. Нам нужно долготерпение. Долготерпение позволяет Его обладателю сдерживаться, прежде чем что-либо сделать. Это дар научает человека благословлять, а не мстить за своих обиды. Не мстить. Не нужно делать око за око, зуб за зуб. Мессия дал нам знамечательный пример, когда проявил такое отношение на Гоговском кресте. Киф опишет послание 1 Петра 2, 23. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному. Не надо высказывать, да, да, я тебе передам Богу, пускай он над тобой поиздевается. Может, мщение от Господа. Друзья, не надо так вестись, это уже немирное состояние сердца. Нам нужно долготерпение, нам нужно терпение, которое позволяет нам не делать глупых ошибок. Простите этот дар, который мы имеем. исполнение Духом Божьим дает человеку такое познание Господа, которое у него есть. И мы тогда говорим, а что бы сделал Иешуа, когда его злословили? Он что? Не злословил обратно. Вы скажете, конечно, он не ходил к нам на привоз. Ему хватало того шука, который был в Иерусалиме. Плод Духа проявляется также в благости. Один из здоровья это благость. Он включает в себя проявление доброты. Друзья, доброты не просто благой человек, а именно доброты. Он смягчает все жесткие качества характера сокрушаемые вот каменные сокрушают каменное сердце. Этот плод внутри нас. это то, что мы должны будем сделать. Благость дает верующему человеку мягкость и обходительность. Тихий, но вместе с тем радостный нрав. Не шумный, а радостный. Это качество характера проявляется в отношении к человеку в окружении, в котором мы находимся. К ним у нас это отношение. Когда Павел говорит о милосердии, он прежде всего имеет в виду милосердие, выражающее определенных действиях. Человек, который живет милосердием, будет обладать любообильным сердцем. Страдание к старикам, тем, которые проходят мимо. Те, кто вдовы, те, кто сироты, те, кто, может быть, нуждается в хлебе. Этот дар преобразует наши молитвы, в первую очередь. Мы начинаем молиться за наших врагов, за наше государство, которое не дает, может быть, пенсии, с любовью, нормальным поведением. Вместе с тем он становится, не станет колебаться. Вот именно этот дар милосердия не станет колебаться, когда потребность становится в открытии греховной натуре брата или сестры. Мессия Иешуа проявлял это качество, например, когда взял, сделал из веревки бич и выгнал всех, менял. Почему? Потому что у него страсть по дому Божьему снедала его, и он не мог выдержать, то есть держать себя по той греховной натуре человека, которое люди религиозные извратили. А также помните Павел обличил Кифу, то есть Петра. Он не стал молчать в двойном стандарте Петра. Как бы он там стол с язычниками кушал, и как только пришли с Иерусалима люди, как бы религиозные иудействующие, он раз как будто ни в чем не бывало, я здесь ни при чем. я стал тоже религиозным, и Павел говорит, не, не, подожди, я там милосердный, но у меня есть право сказать тебе, не делай так, потому что все направлено, чтобы исправить человека. Мы это видим, третья группа, я уже заканчиваю это мое послание, третья группа качеств, составляющие духовный плод, формирует нашего внутреннего человека, вот кто мы. В него входит вера, кротость, обладание собой. Что такое вера? Это не просто вера, мы верим, что Иешуа есть Господь. Вера приносит глубокую, проникающую, твердую убежденность. Она включает в себя верность и искренность. Она приводит верующего к избавлению от двоедушия. И здесь и там когда тебя прямо спросят ты верующий человек ну как тебе сказать я хожу куда-то там вместо того быть твердым я верю. Я верю, что Иешуа есть Господь. Я верю, что Он есть Бог, который пришел во плоти. Я верю, что Он пришел по обетованию, что родился от Девы. Я верю, что так произошло от Духа Святого, что Иосиф не участвовал в этом. Я верю. Да, люди повертят вот твоей головы возле виска рукой. Но ты веришь, ты твои души меняешь. И вера на самом деле плод веры он убеждает тебя в твердой позиции кто ты вешу Мессии. Верность вносит жизнь верующего человека только Дух Святой. Помните, когда до того, как апостолы получили кричать Духовным, они были перепуганы тем, что происходило в Иерусалиме. Петр отказался. Не знаю того человека. Что бы ты ни говорил, не знаю. Сбежали, потому что они еще не были кричены Духом Святым. Не пришла страсть и смелость. Когда садись Дух Святой на вас, вы будете мне свидетелями. Это значит, слово свидетель там говорится, если посмотрите в этот словарь, оно больше говорит о том, чтобы не бояться умереть за свои убеждения. Свидетель. То есть до смерти. И вот это слово до смерти имеется в виду, я уверен настолько, что мне не страшно умереть. И мы видим через всю историю апостолов и учеников Ишуа, они не боялись умирать, потому что они знали, в кого они верили. Это качество очень важно, оно ценится писанием. Верность в малом, он верен в большем. Мы читаем это в Писании Матфея 25-21. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Верность в малом это очень важная часть, ибо нравственность, которую мы имеем, больше или меньше, это не количество, нравственность это чувство, которое ты утвержден в Боге. И мы говорим о том, что Павел говорит, подчеркивая, что последнее время, и особенно в нашей оценке Божьего суда, мы будем судимы по нашей верности. Ты верен был в малом, но много тебя поставлю. Ты был верен в большом или в малом. Кротость дальше идет. Что такое кротость для нас? Кроткий, смиренный человек, это противоположное заносчивости, поднятие носа. Я что-то умею. Кротость это когда ты говоришь, что мой дух, да, он смирен. Это противоположное соперничеству. Кто умнее, кто лучше, кто качественнее. Кротость и смирение это любовь. Подчиненное дисциплине. Извините, я буду говорить. Это любовь, это проявление любви вот просто в наших качествах. Кротость от Духа Святого дарует мягкость и терпение внутри нас. Это скорее внутреннее состояние, чем внешнее поведение. Кротость это внутреннее состояние, чем мы показываем внешнее ложное смирение. Это дар дает человеку спокойствие и принятие того, что посылает нам Бог в жизни. Он помогает нам верить, что Бог всегда с нами, несмотря на все обстоятельства, которые в нашей жизни происходят. Смирение приводит верующего к убеждению, что любящим Бога, призванный по Его изволению, все содействует ко благу. кротость это состояние, когда ты умилотворен внутри. Смирение дает человеку способным выражать гнев. Каким образом? Не просто гнев, как бы вылить все это, да? Наоборот, смирение не дает вылить гнев, который, знаете, бесконтрольный, но иногда негодование ко греху. негодование, как люди себя ведут. Мы видим это через решение Ишуа Мессии. Смирение является основным знаком запечатленных людей, которых видел Иезекиил. 9 глава, 4 стих. И сказал ему Господь, пойди посреди города, посреди Иерусалима, на челах людей, скорбящих, воздыхающих, а во всех мерзостях, совершающих среди здесь, сделай знак. Другими словами, люди, видя все зло, которое происходит, внутри они негодуют. То есть состояние, когда ты возмущен тем греховным состоянием людей, и ты начинаешь молиться перед Богом. Возрожденный, слышит, человек, обладающий даром кротости, не будет испытывать приступов неконтролируемого гнева. Не будет. он вполне может обладать собой. Он может иметь, знаете, как мы называем, праведное негодование. Но это он делает не наружно, не кричит, но рукой не хлопает. Он внутри понимает, что нужно менять что-то. Под воздержанием имеется в виду самообладание. Да последний дар воздержания. человек, обладающий даром воздержания, будет умерен во всем. Он знает и может контролировать своей властью все то, что у него происходит в жизни. Он делает это с желанием угодить Богу. Один из примеров, один из примеров, когда я говорю об инстаграмах и всевозможных показух таких, где покушали, где поотдыхали, что одели, что приобрели. Чаще всего, когда люди выставляют это, хотят показать, что у них все хорошо. Но по сути, людям все равно, как у тебя в жизни происходит. И одно дело выставлять все, что дает раздражение людям, показывает, что ты либо успешный, а на самом деле, возможно, не все так хорошо в твоей жизни. Но человек, который воздерживается от того, чтобы других людей возгревать какую-то зависть, возможно, негодование на тебя, возможно, какие-то мысли о тебе. Это человек, который воздерживается, имеет дар воздержания, он смотрит, что выставлять. Думает, как это повлияет на всех остальных. И что я хочу показать этим людям. И я верю, что этот дар, он есть дар духа, воздержания. Воздержание, рассказать, как все хорошо. Возможно, поделиться о свидетельстве, что Бог сделал. Да, надо прославить Бога, но если ты просто занимаешься красивой жизнью, показать, как все это, то здесь нужно и необходимо воздержание. Потому что одержанные победы, они показывают, как славен Господь. воздержание от каких-то привычек, которые нас преследовали, алкоголь, табак, наркотики, или же никто еще не страдал за обжорство. Вы слышали, чтобы кого-нибудь поставили на замечание за обжорство? У нас говорят, у нас этим никто не страдает. Абсолютно. Но это уже другая совсем тема. И в конце я скажу простые вещи. Прочитаю вам Галатам 5 глава. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять возделение плоти. Его плот желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Послушайте, какие дела плоти. Каждый из нас каким-то образом с этим сталкивался. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребств. Такого нет у меня, я уже чистый человек. И до служения, волшебства, вражда. Тоже нет. А потом начинается ссоры, зависть, гнев, распри. Мы такие так, что-то было, ну, не сильно поссорился. Разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и дальше и тому подобное. Вот я задал вопрос, а что там подобное? И все другими словами и все остальное. Другими словами Писание говорит предваряю вас и прежде предварял поступающий так Царство Божие не наследует. Плод же духов, любовь, радость, медлаготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, кто в Мессии расприлили плод со страстями и похотями, если же вы, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Друзья, хотел бы, чтобы мы понимали, что для нас, как верующих людей, возрожденных свыше, перейти, как мы будем использовать дары Святого Духа, которые даны нам по Его изволения, как Он хочет, для того, чтобы созидалась Его община, для назидания друг друга в вере, для назидания в общине. Мы, наверное, придем еще к этим дарам Святого Духа, которые тоже важны для тела. Я верю, что Дух Святой внутри нас хочет и помогает нам быть Вадимым Духом, так как мы Его дети, и при этом пребывать в Боге, чтобы мы могли принести плод. Только Дух Святой может нам помочь принести этот плод, потому что Дух Святой обличает, да, Он пришел в этот мир, чтобы обличать в грехе, в правде и суде. И если мы позволим Духу Святому работать внутри нас, то наши ошибки, которые мы даже делали, мы можем быть обличены ими. Мы должны рассудить, а с чему оно приведет, какой суд будет, какой будет вердикт этим отношениям. И если там Кописание говорит, кто-то вас хочет судить, что Писание говорит, примиряйся на пути. Вот этот мир, если ты в один Духом Божьем, то мир, один из даров, будет тебя двигать к примирению с женой, детьми, с соседями, родителями. Он будет тебя двигать к тому, чтобы сказать прости. Но я часто встречаю людей, которые говорят, почему он должен просить прощения, если я ничем не виноват. позиция. Мы тогда не отличаемся от мира, от мельсих людей. А верующий говорит по-другому. Если этот человек реагировал таким образом, я его вывел из себя, то я должен сказать, прости меня, если то, что я сказал, является правдой, истиной, и оно тебя раздражает, или же возмутило так сильно, прости, что я тебя заставил раздражаться. А все касается верующих людей. Дары Духа. Важны ли они в теле? Они важны нам, каждому из нас. И если мы дети его, вводим его духом, особенно если пребываем на лазе, исполняем то, что Иешуа сказал, тот Дух Святой, который мы получили во время его принятия Иешуа в Мессии, Крещение Духом Святым поможет нам, друзья, поможет нам дать этот плод, плод, который очень нужен. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет осуждения. нет закона. Потому что закон осуждал. Если не будешь, на такие дары нет осуждения. Поэтому в первую очередь, перед тем, как даже возлагать руки на больных, чтобы они были здоровы, давайте посмотрим, как сильно мы любим этого больного человека. человека. Особенно это, если тот, может, противный брат или сестра, которые много что тебе наделали в жизни. Как ты его любишь, чтобы возлагать на него руки и говорить ему, будь здоров и не чихай. что такое верующий? Кто вы? Кто я? Как мир узнает, что мы его ученики? Око за око? Стоматолог на стоматолога, то есть зуб на зуб. Слова на слова, характер на характер, клин клином. Я верю, что величайшее пробуждение начинается вот тут. Потому что, когда оно все проявляется, эти дары, хочется служить, хочется ходить, хочется славить, благодарить, благословлять, возвещать и сказать людям, что вы приобрели, каким вы были и кем вы стали, вы можете поделиться с людьми. Тогда это будет мотивация для нас благовествовать людям. Ничто другое. А уже когда вы благовествуете теми дарами, которые у вас есть, тогда вы можете возложить руки на больных и они будут здоровы. Вы можете сказать им слово, которое Господь вам положит для них и это слово исполнится. Когда вы выявите их в их проблемах, они связаны бесами, демонами, вы изгоните их. Вы скажете слово знания, наставления. мой сын младший, он хотел быть полицейским, пожарником, потом все-таки попал в библейскую школу, там он не определился, кем он хочет стать, еще не определился. По крайней мере, он мне сказал, пастором я не хочу быть. То, в чем он мне сказал, но у него все его дела, сильно пасторские такие. Он пошел работать бариста в кафе. Я говорю, Джаш, ты другую работу себе не мог найти. Более оплачиваемо, чтобы оплачить все свои нужные. говорит, пап, туда приходят люди, у которых жизнь похожи на ад. Мне доставляет массу переживаний, чувств, благословений, когда я приношу им кофе, я говорю, послушай, Бог тебя любит. Он говорит, у меня есть клиенты, которые приходят именно на время моей работы, садятся и говорят, Чаш, помоли за меня, потому что когда ты молишься, меняется моя жизнь очень много. Тогда, когда мы Вадимы духом, ими мы измененные духи, мы можем принести этот плод. и не почувствовав, пошел, а ты знаешь, что ты Вадим, ты приходишь тем, кто нуждается, те больные, те, которые в ужасе, которые не находят мира, те, которые гонимы бесами, ты подходишь к ним и говоришь, за тебя умер в машеях. И он скажет, слушай, помолись за меня, я вижу у тебя изменения, я вижу, что у тебя произошло, помолись за меня, потому что я знаю, многое может усиленная молитва праведника тебя и меня. Мы сейчас встанем наши ноги. Во время поклонения я действительно хочу мое желание, чтобы мы помолились друг за друга, здесь пастора, служители будут впереди стоять. Вы подходите к ним напрямую, подходите к ним. Возможно, у вас есть ситуация в жизни, где сказать, слушай, мне нужна твоя молитва, ну, реально мне нужна твоя молитва. Мы не самые святые, но мы освященные. Возможно, мы не самые праведные, но мы оправданы им. И когда мы молимся друг за другом, когда мы даем наши нужды перед Всевышним, когда мы страстно с любовью, любя друг другу, приносим в молитве друг друга и ситуации, мы говорим не себе, а Богу, а Он не защитник, целитель, Он тот, освобождает и кто-то приносит мир во время поклонения, друзья. Наш эфир будет заканчиваться, но я бы хотел, чтобы мы были открыты для молитв. и если вам в этом списке даров Духа, который внутри нас должен быть, чего-то не хватает, позвольте Духу Святому поработать над вами. И скажите, мне не хватает терпения, мало того, мне не хватает долго терпения, возможно, вам не хватает тех чувств, которые любви. Скажите, надо любить. Тогда нужно спросить, дай мне, Господь, чувство того, что человек, он создан тобою, каким бы он ни был, он тобой создан. И если я люблю тебя, я могу любить его, каким бы он ни был. Если нам не хватает других каких-то даров, чтобы проявлялись наши жизни. Мир просите, благость просите, милосердие, либо верность, верность семье, верность в дружбе, даже верность в вере просите, кротость, воздержание. На таковых нет запретов. оба спасибо тебе. Дух Святой, спасибо тебе. Потому, потому что мы знаем, что ту работу, которую ты делаешь во мне, я знаю. Когда какие-то чувства плотские проявляются во мне, то я могу поработить их твоим духом. потому, потому что ты живешь во мне. Я ассоциирую себя с тобой. А что бы ты сделал? Возможно, праведный гнев относительно греха высказать, но не кипятиться по разным причинам, которые не достойны этого внимания. або возможно, я теряю свой мир, я теряю свою радость, но радость это не счастье, это намного глубже. Возможно, я перепутал эти две вещи. Радость в своем счастье. Хочу быть и иметь эту радость независимо от обстоятельств, нашел я свое счастье или нет. Мне нужен ты, Дух Святой, ты мне нужен. ИЗРАЕЛЬ АДОНАЕХАТ АДОНАЕЦ ЦВІТКЕЙ НУЩА ИЗРАЕЛЬ ЦВІТКЕЙ РАЦКЕЙ ДОНЮЩА ЦВІТКЕЙ